Вау! Охренеть, как же это круто! Слушайте, вот бы мне такие царские покои! Мифы, загадки, обновления. Яндерия Симулятор, дамы и господа, ха во всем! И да, сегодня мы с вами вновь окунемся в этот темный мир мифов и различных странностей Яндерия Симулятора. Ну и еще более темный мир обновлений Яндерия Симулятора. Да, тут вышло немножко обновлений и я сегодня хочу их затестировать. А также я перечитал все ваши комменты, да, я их читаю, и выбрал некоторые, которые я сегодня проверю. Ну и не будем тянуть, вот пока что никаких новых обновлений тут не появилось, как кажется, но внезапно мы заходим в меню, заходим, куда мы заходим? Заходим вот сюда вот и опачки! Видали, какая теперь отвратительная иконка инфопоинтов? Иконка панцу мне нравилась гораздо больше. Ну, ну серьезно, что это такое? Блин, как будто вернулись в 2005 год. Нет, мне это не нравится, если честно. Но да, он обновил иконочку, да, вот такие вот у нас охренительные обновления. Ну ладно, мы не ожидали больших обновлений, тем более, что они недавно выходили, но все-таки кое-что он новенькое привнес в игру. К примеру, посмотрите, куда мы идем. Вы посмотрите на это, прямо-таки царские покои, да? И знаете, кто там покоится? А там покоится директор, точнее, в будущем упокоится, когда, наконец, дадут мне его убить. Ну, а пока мы посмотрим, что же у него тут обновилось, и, боже мой, как пафосно, какие обои прилепили. Но, если честно, это какой-то перебор, ну, это слишком пафосно и как-то вообще не вписывается. Ощущение, что это делал человек, абсолютно не понимая, куда он это делает. Он вот не знал, что здесь серые стены, и, кстати, потолок вроде тоже обновили, прикольно он теперь какой-то. И заходим. Вау! Охренеть, как же это круто! Слушайте, вот бы мне такие царские покои, а можно я тут присяду? А, я не могу пройти туда. А, нет, могу, все. Можно я тут присяду, а? Ты не против, дед? Я тут присяду, посижу, поизучаю на картонах твой стол новый модный. Это, наверное, какой-то модный премиальный стол за несколько миллионов долларов. И ты у нас не изменился, да? У него тут флаги висят. Флаг Японии и флаг, видимо, этой школы, да. Как интересно. А может, какие-нибудь пасхалочки появились? А ну-ка, давайте посмотрим. Это у нас директор. Это какие-то склянки, какие-то напитки, книжки. Нет, это все меня не интересует. У него есть какая-то награда. Правда, непонятно за что. Наверное, за то, что он самый неуравновешенный психопат и кидается на школьниц с оружием. Ну, я думаю, что именно за это. Также у него здесь есть какая-то... Опа. Я вас понял. Ну, ребят, короче, скриньте, отправляйте это Яндере Деву, потому что я устал. Так, ладно. Это он с директрисой. Смотрите, они в хороших отношениях. Ну, это, в принципе, неудивительно. Еще какая-то фотка есть. О, это директор в молодости? Да ладно, как интересненько. Я раньше не видел этого арта нигде. Окей. Так, и осмотрим вторую часть. Подождите, это одна и та же фотка, разве нет? Там такая же. Ладно, неважно. Еще куча наград. Непонятно за что. Наверное, награда худший директор 2019, 2020, 2021 будет. Так, закрываем дверь. И комнату директора мы осмотрели. Но есть еще один апдейт, к которому мы перейдем позже, если я не забуду. А я тот еще склерозник. Для начала, комменты. Вот, посмотрите, вы мне оставили просто несколько десятков комментов о том, что репортить убийство нужно не директрисе, а обычным учителям в учительскую. Окей. Сейчас займемся. Я, правда, скорее всего, проворонил вообще все, что можно проворонить. Но ладно, сейчас что-нибудь придумаем. Для начала немножко читов включим. А потом мне нужно найти жертву. А жертвы уже, что ли, в классах? Где все жертвы? Алло, о. А, ну, конечно, какая-то падла тут ходит. Ну, здравствуй. Э, о. Как-то Райбару странно встало. Ладно, не буду вам мешать. Развлекайтесь без меня. Райбару с тобой все нормально. Видимо, не очень. О, вот. Иди ты за мной. Давай за мной. Follow me. Я тебя еще не убивал, скорее всего. Хотя, я думаю, я вот минимум один раз убил абсолютно каждого ученика в этой школе. Как минимум, когда я баловался во всяких пасхальных режимах. И давай, не отставай. Че ты такая медленно, а? Трусы жмут. Ну, быстрее. Ножками. Топ-топ. Топ-топ. Кашки мало ела. Заходи в мою классную коморку. Я знаю, что тебя здесь ничего не смущает. Это замечательно, потому что я тебя немножко прибью. Ой. Ой. Как же так? Что же произошло? Теперь мы должны избавиться от орудия убийства. Закрываемся. Там была консул. Подождем. Немножко. Да. Она, наверное, стоит где-то здесь. Ждет меня. Дерьма кусок. Тело близко. Хорошо. Давайте немножко перемотаем время. Походим по телу туда-сюда. Вот раз-два. Раз-два. Можем осмотреть ее волосы. Бантик. О, я могу вот так вот подглядывать. Ну, вроде чисто. Орудие убийства со мной. Закрывай. Закрывай. Закрывай дверь. Закрывай. Все, дверь закрыли. Нужно избавиться от орудия убийства. Причем очень оперативно и так, чтобы меня не спалили хулиганы. Они любят этим заниматься. Да пошли вы в сроку. Черт. Все. Немножко испортилась, наверное, репутация. Чего? Чего вы тут угрожаете мне? Ты что охренел? Смотрите, какой борзый паренек. А, а, тихо. Успокойся. Какого? Фига ты? Ай, напал на меня. Больно так как сильно. Ты что охренел? Он же меня сейчас в лепешку превратит. Давай. Я ходила на курсы самообороны, ублюдок. Больше не подходи ко мне, ясно? Я сейчас и твое оружие тоже сожгу нафиг. Так. А я вообще начал процесс сжигания оружия? По-моему, нет. Ага, не начал. Все. Теперь начал. Теперь нет орудия убийства. И что? Сильно отпинало тебя. Ой, 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 ой. Посмотрите на него. Бедного мальчика побили. Просто фейспалм, чел. Ты в мути, да? Ладно, теперь я должен пойти к учителю и... Да как? Как? Ты что, тупая что ли? Ты мне только что все заруинила. Тупая ты прошмандовка. Вот куда она бежит теперь? Ладно, я сам все зарепорчу. Мне насрать. Учителя! А, вот все. Зарепортил. Ага, она рассказала об этом учителям. Приехала полиция. Они осмотрели тело, не поняли, что вообще происходит. Полиция расспросила Аяну. Ай, я не насрать. Она же сумасшедшая Яндеря. И полиция уехала. Игровой клуб расспался. И день закончился. Серьезно? Нас отпустили домой? А почему? А как так? Ну ладно, первую сотню комментариев мы проверили. Действительно, можно репортить учителям о том, что ты совершил какие-то преступления. Но не нужно этого делать сейчас. Но я хочу еще кого-нибудь убить и опять зарепортить. И если они меня не выгонят, то я еще кого-нибудь убью и еще раз зарепорчу. И буду делать это до конца недели, просто чтобы понять, поймает ли меня когда-нибудь полиция или нет. Хотя, возможно, мне уже на третьем трупе надоест. Так, мое оружие на месте и ждет свою жертву. Опачки, где мои жертвы? Интересно, если я оставлю все-таки орудие убийства, что-то изменится? А че это ты не хочешь со мной ходить? Мне опять нужно себе репутацию поднимать. А ты хочешь со мной ходить? Да, по-моему, она тоже из игрового клуба. И, боже мой, какая толпа. Так, нужно все это побыстрее сделать. И я подальше их буду убивать, чтобы меня не палили. Вот, отходи куда-нибудь аж сюда, к пианино. Закрываем дверь. И вот, кто-нибудь сообщите Яндери Деву об этом странном баге, потому что он меня бесит. Давай, 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 давай. Опачки. Опа. Очень быстро. Смотрим. Есть тут люди? Ага, люди, видимо, есть? Нет? А, ничего, не вижу. Ладно, вроде никого нет. Идем кучить. А! Дверь. Она не заметила. То есть, вот так вы не замечаете трупы, да? Я дверь открыл. Прошли мимо 10 людей. Не заметили труп. Замечательно. Я сам расскажу обо всем учителям. А, вот они, учителя. Я, кстати, могу их забаговать. А ну-ка, стой. Стой, 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 падла. О, все, забаговал учителя. Я сам сейчас забагую. Да, блин. Что ж такое-то? Я пробку хочу устроить. Да как ты проходишь через меня? Тупая математичка, стой на месте, блин. Ладно, их невозможно забаговать. Учителя пришли обратно. Сейчас им сообщу ужасную весть. Какая-то дамочка опять погибла. Вы не поверите. Ага, супер. Они поняли, что я говорю правду. И полиция не поняла, кто это сделал. Блин. Да я, конечно, могу заниматься этим до конца недели, но... Если на третий раз ничего нового не появится, то, скорее всего, ничего нового, в принципе, не появится. Так, я совершил только что третье убийство. Это просто уху. Ждем, пока придут преподы. Надеюсь, что никто труп не заметит. Вот давайте понаблюдаем. Нет, никто не заметил труп. Преподы уже почти пришли. И задумайтесь, сейчас какая-то школьница три дня подряд будет сообщать об убийствах, которые происходят в одной и той же комнате, одним и тем же орудием убийства. В одном и том же стиле. Буквально в одном месте. Если полиция не задумается над тем, какого хрена здесь происходит, то это самая тупая полиция в мире. Так, они нашли труп. Серьезно? Вы не в курсе, кто это сделал? Да, это явно не та девочка, которая три раза подряд сообщила об убийствах. Нет, вы чего? А вот эта девочка, посмотрите, у нее абсолютно неподозрительная харь. Кто же это мог сделать? Загадка дыры в мозгах полицейских. Так, ну что ж, переходим к следующему комментарию. Фокс не думал, что будет, если уйти со школы во время учебного дня. Или может сидеть в школе допоздна, а то и до ночи. О, вот это интересно и в этом нам как раз таки поможет обновление. Вроде как уйти со школы во время учебного дня нельзя, потому что когда мы пытаемся уйти из школы, происходит вот такая вот штука. Нам говорят, сэмпай, он же в школе, мы не можем пойти домой, пока он там, а то вдруг его кто-то чмокнет в туалете. Нет, нельзя уходить домой ни в коем случае. Так, мы должны для начала скипнуть наше учебное время. Это самое простое, в принципе-то. Мы заходим вот сюда и скипаем время, прокачиваем биологию, к примеру, почему бы и нет. Теперь мы переходим к ланч тайму и, в принципе, мы все еще не можем уйти домой. Мы опять скипаем время. Замечательно, все готово. Теперь время 3.30. Клининг тайм. Сейчас мы можем уйти домой, но мы будем сидеть в школе до самой ночи. И чтобы скипнуть время до самой ночи, мы должны найти библиотеку, расположение которой я, конечно же, забыл, потому что у меня IQ, как у хлебушка. Ага, я ее нашел. Вот она, библиотека. И смотрите, какая кнопка здесь появилась. Пропустить 30 минут. На самом деле, это гениальная кнопка. Теперь нам не нужно вот здесь выставлять тупые значения и вот так вот 10 часов ждать, пока пройдет 30 минут. Нет, теперь это все делается в одну кнопку. Мы нажимаем и бум. Мы получили один экстра поинт обучения, то есть мы так можем прокачиваться. И уже начинает вечереть. И, по-моему, я до вечера в школе даже не оставался, или мне кажется. Давайте еще раз скипнем время. Угу, уже прям поздний вечер. Смотрите, как интересно. Вот еще раз хочу время скипнуть и выйти на улицу, наверное. Вау. Нет, вот сейчас поздний вечер. И разве таким образом мы не фармим себе студи-поинты? Нет? У меня ведь их теперь целая куча. И как мне их распределить? Вау, как круто. Я не видел игру вечером. Так, еще время пропущу. И бум! Школьный день закончился. Вот что происходит, если ты сидишь в школе до 6 утра. Но, раз уж мы начали заниматься фигней, давайте мы пойдем и посмотрим, сколько у нас теперь этих поинтов. И парам-парам-пам! У нас их 9! Это просто жуткая фармилова. А, нет. Ах ты, боже мой. Я думал, что они дают прям этот огромный отрезок, а? Не. Ну, мы можем, в принципе, за день полуровня накопить. Ну, тогда да, это не фармилово. Это не то, чего я хотел. Можем переходить к следующему комментарию. Фокс, а ты знал, что если в понедельник дождаться 3.50, то к мусоросжигателю будет идти выкидывать мусор девочкой. Ты сможешь ее туда столкнуть и сжечь. Нет, я вроде как об этом не знал. Если я не совсем склерозник, я вроде даже никого не сжигал. Ну, именно заталкивая кого-то в мусоросжигатель. Я хочу это проверить! И мы как раз в месте, где можно скипать время. Это просто гениально. О, я прокачал себе биологию. Хотя лучше бы силу прокачал. И у нас есть 20 минут. Идем к мусоросжигателю. К сожалению, я не смогу сейчас скипнуть просто 10 минут, чтобы там не ждать. Но подождать 20 минут, это не так уж и долго. Это не 5 часов ждать, как я жду в некоторых сериях. Так, я уже здесь. А я могу, кстати говоря, сжечь их бумбокс? А, я его даже взять не могу по какой-то причине. Странно. Ждем у мусоросжигателя 3.50. Ровно 3.50. И тут никого нет. Вот он, мусоросжигатель. Вон время 3.50. И никогошеньки. Ни одной живой души здесь нет. Либо он с обновлением эту фичу или этот баг убрал. Но, да, здесь, к сожалению, никого нет. И, видимо, не будет. Я, конечно, еще немного попробую подождать. Походить здесь, посмотреть. Может быть, он имел в виду на крыше кого-то? Что можно сбросить к мусоросжигателю? Но нет. Никого здесь нет. Давайте попробуем до 4 посидеть. Ну что ж, 4 часа. Время после школы. Сейчас все пойдут домой. И никто не пришел к мусоросжигателю. Никто не приходит сжигать мусор. Возможно, если мы немножечко так поделим чей-то труп на части. Потом эти части запихнем в мусорные мешки. Эти мусорные мешки разбросаем по школе. То они возьмут эти мусорные мешки и пойдут их сжигать. И тогда вы сможете кого-то скинуть в мусоросжигатель. Но не факт. Ну а так... МИФ РАЗРУШЕН! Стоп! Я тупой, как всегда. Сейчас не понедельник. Пробуем еще раз. Понедельник. Мусоросжигатель. 3.50. И все еще никого нет. И никто сюда у нас не идет. Все-таки, видимо, миф у нас разрушен. Давайте еще немножко времени скипнем. И... Да. Никто у нас сюда не пришел. Никого сжечь мы, к сожалению, не можем. Вот теперь точно. МИФ РАЗРУШЕН! Так, ну и последний комментарий на сегодня. Фокс, чтобы украсть кольцо на обеде, открой меню пасхалок, нажми на W, затем тапни на Ctrl. Время остановится, и ты сможешь взять кольцо незаметно. Я даже знаю, о какой пасхалке идет речь, и я не уверен, что это сработает, но вот она кладет кольцо. Я открываю меню пасхалок, выбираю вот эту вот дамочку, потом останавливаю время на Ctrl. Все замирают, то есть никто у нас не двигается, и я ворую кольцо. Угу, они реально не реагируют. А если я возьму... Кстати говоря, можно к сэмпаю подходить. И она такая стесняка сразу, аж сквозь него проходит. Вот это вот как-то уже совсем крипово выглядит. Но мы возвращаем время обратно. И, боже мой, что только что с Асаной происходило? Она не заметила, что я украл кольцо. Вот это уже интересно. Что ж, это читерский метод, но рабочий. И, ребятки, перед тем, как мы закончим это видео, я попрошу вас написать в комменты свои идеи, что еще можно поделать в Индери-симуляторе. Какие еще мифы вы знаете? Какие штуки хотели бы, чтобы я протестировал? Какие интересности еще хранит в себе игра, о которых я не слышал? Также обязательно поставьте лайкосик под этот видосик. Подпишитесь на мой канал, если вы до сих пор не подписаны. Ну а с вами сегодня был Fox Neo. Увидимся!